До Нового года остается меньше двух недель, а город уже окунулся в атмосферу праздника. Возле театра, драмы и комедии разворачивается сказочная феерия. Впереди колонны Дедов Морозов и Снегурочек, главный волшебник со своей внучкой. Что пожелаешь этому году и всем бобруйчанам? Счастья, радости, а главное, самого огромного здоровья. Берегите себя. Ну а Снегурочка что пожелает? Я желаю мира, счастья, добра в каждый дом города Бобруйска. Всего вам самого-самого хорошего, пусть все ваши желания исполняются. Колонна дружно шагает к площади Ленина. Не только главный Дед Мороз и Снегурочка несут праздник, но и все их помощники. Здесь олени, снеговики, медведи, мышки и пираты. Каждому герою есть что пожелать. Ну а какой должен быть будущий год? Счастливый, добрый, теплый и уютный. А подарки малышам подготовил? Конечно подготовил. А вести себя хорошо будешь? Ну как обижаете, я ж всегда только из-за здрасти. Всегда хорошо себя веду. И вам того желаю. Снегурка, какой будущий год будет? Хороший, отличный и счастливый. А что вы с Дед Морозом в мешке ведете? Какие подарки? Лучшие для лучших детишек. Кого ты нарядилась? В тигриках. А почему тигрик? Потому что год тигрик. И будущий год хороший будет? Принесешь нам хороший год, тигрик? Да. А что в мешки несешь? Подарки детям. А всем детям? Ну постараюсь всем, никого не обидеть. Мимо не пройти. Бобручане радостно встречают ожившую сказку. Машут руками и снимают все на свои смартфоны. Действительно, такое чудо бывает только раз в году. Кто к подарочке привез на Новый год под елочку? В колонне царит поистине волшебная атмосфера. По улице шагает предновогоднее чудо. Путешествие завершается у главной елки. Но это только начало веселья. Горожане ждут зимних героев целыми семьями. Учреждение Бобруйска подготовили для них творческий сюрприз. Праздничный флешмоб. За шествием следует колонна организаций и спецслужб города. Во главе экспресс-шоссе выезжают машины Бобруйс-Газа, Белпочты и, конечно, МЧС. Автомобиль у Бобруйского горного отдела по чрезвычайным ситуациям. И вот подходит очередь самого главного события вечера. Пора зажигать праздничные огни на зеленой красавице. Этот год становится особенным. Помогают раскрасить новогоднюю елку дроны, а пульт управления в руках председателя горисполкома. Мы готовы. Чтоб чудо свершилось, пришло в каждый дом. И елка сияла волшебным огнем. Мы пульт управления в руки возьмем. И, главное, елку в Бобруйске зажжем. Раз, два, три. Елочка горит. Теперь площадь сияет волшебными огнями. А вместе с ней и весь город. Праздничная иллюминация еще в начале декабря засверкала во всех уголках Бобруйска. Люди ждут этого новогоднего праздника, особенно наши малыши, дети, потому что им всегда приятно. Вдвойне сегодня было приятно вместе с ними зажигать эту нашу новогоднюю елку, потому что мы дали старт новогодней иллюминации нашему городу. И уверен, что сегодня настроения, которые мы получили на этой площади, они пронесут к самому новогоднему нашему празднику. Веселье продолжается. На сцене выступают творческие коллективы. В толпе десятки бобруйчан пытаются не упустить возможность сфотографироваться с любимыми героями. Дед Морозов и Снегурочек десятки, а единственный и неповторимый символ 2022-го. Тигр, какой будет будущий год? Очень хороший. На площади царит волшебная атмосфера, и каждый, даже самый маленький бобруйчанин, спешит ей поделиться. Я лисичка лица, всему светлая краса, черный носик, рыжий хвостик, к вам пришла я через мостик, шары для елки принесла. Мы участвовали в шествии, были рады, что принесли людям радость и счастье. Попели, потанцевали, порадовались. Все здорово, ребята. С Новым годом, с новым счастьем. Дедушка, а подарки вы подготовили дедям? Конечно. У нас будет самый главный подарок в этом году. Наша новогодняя сказка в театре имени Дунина Марцинкевича. Так что приходите, пожалуйста, все. Вы послушайте, ребята. Я хочу вам ласкочать. Владелись у нас котята. Их по счету ловно пять. Считаем дни, часы, минуты до боя курантов. Закупаемся мандаринами и мишурой. Загадываем желания и готовимся отмечать. 2022-й точно будет особенным. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин. Итоги недели.